Ну что, пора завладеть силой этого храма. Всем привет, меня зовут Аратуро, и мы продолжаем мучить мёртвых богов. Так, давай-ка сразу, наверное, возьмём вот это. У нас здесь по плюс один к основному урону за каждочку восприятия, при этом и на камнеломе, и на когтях. Если мы к этому всему добавим ещё церемониальный кинжал, я думаю, что будет просто шикарно. Главное его только найти по дороге. Итак, что я сделал? Я немножко побегал за кадром снова по старым локациям и открыл абсолютно всё оружие, которое у нас было, кроме того, которое я мог найти по дороге. То есть вот эти вот с цепью, это исключительно то оружие, которое надо брать по дороге и пользоваться. И возможно даже, чтобы оно открылось, с ним надо завершить ран. Но я, честно говоря, не уверен. А, я что-то даже не открыл. Ну чёрт. Ладно. Остаётся открыть ещё вот это. Мне попадалось, по-моему, вот тут вот проклятое вот это копьё. Вот действительно, оно мне попадалось. И, кстати говоря, их даже два есть в комплекте, получается. Возможно, я его перепутал с этим. Но, по-моему, это мне тоже падало, и почему-то оно не открылось. Хлыстов тоже два, кстати, а щит один. И помните, со щитом мы тоже бегали, но какого-то чёрта его у нас тоже нету. Поэтому я и предполагаю, что возможно с ним надо закончить. И мечей у нас два. Ясно. У нас, получается, какого-то оружия по два проклятого есть, а какое-то только одно. Непонятно, с чем это связано, но хорошо. Ладно. Давай, наверное, отправляться. Единственное, что я так и не докачал, кстати говоря, алтари. Алтари у нас только на основное оружие идут по максимуму. Тут тысячу черепов. У меня тут столько в жизни здесь не было. 300 черепов можно будет достать, прокачать вторичку и, в общем-то, всё. Я ещё начал потихоньку покупать амулетики вот эти. Но даже попробовал, кстати, вот эти вот два заюзать, которые мне показали самыми интересными. То есть тот, который даёт пять предметов с чемпионов и боссов. Но понимаете, в чём дело? Я не понимаю, что значит обязательных чемпионов. Дело в том, что здесь таковых нет. Тут все чемпионы... Как чемпионы? Я не знаю. То есть я думал, что это считаются элитные враги. Они же чемпионы. Но с них нихрена не падает. Поэтому получается, что я заран смог выбить пять предметов только с двух боссов подряд. И всё. Поэтому я посчитал, что это бесполезная херня. То же самое касается и вот этой фигнищичек жадных убийств, которые повышают урон на процент за каждое жадное убийство. Но прикол просто в том, что если по вам попадут, счётчик сбрасывается. Так счётчик, естественно, не сбрасывается, как здесь и пишут. Но как бы в любом случае вы отхватываете, урон сбрасывается. А на боссе не отхватить, я думаю, возможно, но сложно. Если вы на нём отхватываете, то в итоге счётчик сбрасывается. И толпы с этого, честно признаться, немного. Поэтому я подумал, что ну его в баню оставил всё как было. Самые оптимальные, я считаю, релики, которые у нас есть, дающие по плюс 5 каждому стату. И вот с ними мы и будем продолжать. Так, а теперь погнали пробуждать мёртвых богов, чтобы завладеть их силой. Так, а ну-ка, дай-ка взглянуть. Ну, вроде не намного... Вроде не намного сильно отличаются проходы, да, за заключением того, что походу сейчас... Как это будет работать. Так, на самом деле было бы неплохо, наверное, пойти сразу через статы. То есть, если мы пойдём вот так, значит, мы сможем зацепить сразу несколько статов в один грейд оружия, золото. Так мы зацепляем тонну золота. Стычку, походу, ещё и с двумя боссами, помимо прочего. Даже, правильно понимаю? Это стычки с боссами. Есть ли с ними, интересно, смысл сражаться вообще? Ну, в целом, наверное, да, потому что с них можно что-то дропнуть неплохо. А ну, давай просто сходим, посмотрим. Это наш первый ран сюда, поэтому думаю, что он может не увенчаться успехом. Хотя, как практика показывает, мы здесь... Единственное, где мы не можем пройти с первого раза, это только хроморлам. Чёрт возьми. Так, чай, наушники и погнали. Ну-ка. Посмотрим, действительно ли это боссы или нет. И есть ли в них смысл. На самом деле, если это боссы, то тогда, тогда может и есть смысл брать ту фишку. А, смотри, они их объединили, то есть в храме. В храме Ягуара теперь все сразу? Говорят, что, может быть, тогда и есть смысл брать ту фишку. Так, я сюда, скорее всего, не вернусь, надо забрать денежку. Вот ту, говорю, штуку, которая даёт нам кучу предметов из боссов. То есть тогда, в этом случае, можно ходить сюда и дропать с них кучу предметов. Но, конечно, если только, это не будет сильно опасно. Не, ну пока что здесь объединено... ...только две локации. Ну, это, честно говоря... ...эбсолютно им не поможет. Остальные когти нахер нам не надо. А, я сам это сделал. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. В общем-то, по объёму комнаты не шибко больши. Ну, я имею в виду не сами комнаты, а сама локация. Она, по сути, точно такая же, какая и была. Если мы её сможем быстро пролетать, то ничего страшного не будет. Сможем быстро всё это дело проходить. Кстати, я научился, по-моему, научился преодолевать... ...орла почти без последствий. Имеется в виду, что... ...чтобы там нормально себя и комфортно чувствовать... ...надо просто хорошо владеть парированием, по-моему. Ну и, в принципе, бегать со щитами. Потому что в эти враги, которые... ...на детей похуже... ...зарубишите. Так, погоди. У нас точно такой же камнелом. Здесь камнелом поинтереснее, но у него... А, у него идёт засложение, получается. Ну, тоже неплохо, если честно. Я бы, наверное, взял, но я хочу попробовать. Хотя, почему бы и нет? У нас ещё будет возможность вздрогнуть, наверное, на что-то нормальное. А при этом у этого камнелома уже... ...прикульные статистики. Давай возьмём, пускай будет. Я довольно часто пользуюсь... ...тяжёлым оружием. Оно очень неплохо помогает, когда надо вырубить большое количество... ...большое скопление... ...врагов. Так, ну давай посмотрим. Я так понимаю, сейчас будет тот самый первый чемпион из Ягуара, да? Ну да. Так оно и будет. Значит, вот кого они называют чемпионами. Угу. Ну, тогда, в принципе, тот релик можно использовать. Но получается, что в нём есть смысл только исключительно в этой локации. Вот серьёзно. Ну, в смысле, не в локации. Ну, я имею в виду в целом пантеоне. Только в нём. Так, получается, этот релик абсолютно бесполезен. Потому что ты пока дойдёшь до чемпиона, рехнуться можно. Будет. Плохой показатель того, что он смог меня ударить. Он не должен был даже этого сделать. О, великолепно. Давай. Дело в том, что, понимаете, вот это сейчас было редкое оружие. Ну, имеется в виду... Видите, их редкость обозначается их рамкой. Да, было бы неплохо, если бы у нас восприятие было... Ну, от восприятия зависел бы урон этих когтей. Потому что, я же говорю, тогда можно было бы взять церемонийальный меч. Кинжал, точнее. Но... Дело в том, что когда я буду прокачивать вот наши нынешние когти на уровень выше, у них появится третья особенность. У тех когтей максимум только две. Вот как-то так. Ну, хорошо. Ну, слушай, мы на самом деле можем и не сражаться с чемпионами. Вот от слова «совсем». Но, с другой стороны... Вот можно даже через золото пойти. Но, с другой стороны, я же говорю, мы с них выбиваем хорошее оружие, хорошие вещи. Короче, я понял. Вот сюда будем брать тот релик. В этом смысл есть. Я, видимо, вас неправильно понял. Потому что... Помнится, вы мне говорили, что здесь будут сплошные чемпионы. А я до этого... Я до этого момента... Чемпионами считал врагов, знаете. То есть, вот эти элитка, которые попадаются... Я думаю, что это их называют чемпионами. Я был не прав. Катастрофа. Ладно. Я уже был готов к тому, что в этой локации... В этом пантеоне мне придется сражаться с бесконечными элитными врагами. Я уже, честно говоря, был даже рад этому. Потому что игра... Игра пока... Хоть мы ее уже почти прошли, но при этом она не кажется шибко зубодробительной. Ага. И что, это все? Ау, оно слишком кота быстро рвануло. Знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что, скорее всего, здесь сделано так. Так что, вот этот первый путь, который мы проходим, это будет путь Ягуара. Второй путь, это будет, скорее всего, путь Змеи. И, наконец, путь Орла. Мне кажется, что сами разработчики понимают, что и путь Орла сильно жесткий. Поэтому оставляют его напоследок. И я не удивлюсь, если в итоге на второй локации будет смесь тоже каких-то двух. Но при этом там будет больше элиток. И на третьей будут сплошные элитки, как это положено. Так, не очень хорошо. Оно и не смертельно. Кстати, что еще очень прикольно, так это то, что... То, что я блочить могу, по-моему, независимо от того, есть у меня выносливость или же нет. Да, зараза. Да, без... Ты посмотри. Без кинжала или же щита чувствую себя абсолютно некомфортно. Так, это что такое? Это какой-то тип отрошитель. Нет, не подойдет. Давай. На самом же деле... Да, у нас сейчас дальше будет чемпион. Чемпион это будет Ягуар. Его мы пройти сможем, но мне уже не нравится, как мы это сделали. Первую локацию мы должны зачищать практически без урона. Но я на войсе слился только лишь потому, что я пытался его парировать. Жалко, что сами локации не сильно отличаются. Я думаю, что пантеон все-таки будет как отдельная новая локация. Кроме прочего... Тут вроде как должны попасться новые враги, а их пока еще и не было. Так, ага. Как у меня опять собачки на фоне бисмутс. Не обращайте... Не обращайте внимания. Заметил за собой такую интересную особенность, что чтобы проходить максимально эффективно, у меня должно быть то оружие, с которым мне действительно комфортно это делать. Если у меня его не будет, то даже независимо от того, насколько мощная она у меня сейчас в руках, если у меня какой-то части не будет, то будет все потеряно. Слушай, это... Это у нас... Нет, это у нас не первое, что произошло. Именно с... Прокачки статистик. А, ну да, еще же такое происходит, что мы по дороге становимся сильнее, а потом попадаем к боссу. То есть получается, что сейчас мы к боссам попали сильно слабее обычного. Ну да. Ну как бы ничего страшного, они сильные-то и сложные, чтобы не убить их. Без прокачки. Но, как бы факт. Ты посмотри. Так, от щитов у нас пока нет щитов. Можно было бы взять, на случай, если бы он появился, конечно. Короче, подытужить. Если у меня есть хорошие когти, но нету при этом кинжала или щита, скорее всего, я ран просто всру. Так, это что такое, если с помощью окружения? Нам этого особо не надо. Хотя, знаете, можно, в принципе... Нет. Можно, в принципе, использовать такие же фишки в локации Орла. Там есть одно прикольное проклятие, которое заставляет Орлауф, именно статуи Орлов, активироваться автоматически, но при этом там не указано еще и то, что у них меняется стиль атаки. Вот этой атакой можно очень качественно выносить все вокруг. Так, единственная возможность, которая у нас есть в этой щите гора, так это только... Это связано только с тем, что... Он сам по себе не сильно сложный. А, это нельзя? Тю, я, честно говоря, даже не знал. Я думал, что от этого можно увернуться, если честно. Так, ладно. Так или иначе, первый ран можно сегодня считать разогревочным, потому что до этого я еще не разогревался даже. Поэтому мне лично, Ягуарчик, будет не стыдно тебе сейчас проиграть, потому что я же знаю, что потом... у тебя все равно шансов не будет, и тебе придется мне сдастся. А там сейчас, кстати, говорят, я, да, да? Умирает. А, зараза. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы вернемся и сделаем дело как положено. А вот теперь давай поиграем. А, ну здесь же, да, здесь не Ягуар, здесь будет сейчас змея. Дело в том, что оказывается... рандомно... локации генерятся. Так. У меня еще очень плохое проклятие, если честно. Ладно, ничего страшного. Главное, его просто пережить, а там дальше мы отхилимся. Если я правильно помню, то этот застранец... да, отхилился за счет своих миньонов. Поэтому от них надо избавиться. Максимально быстро. Проклятие, которое на мне сейчас, оно очень мешает, если честно. Она просто после каждого врага вызывает... Газуна! Газуна! Да чтоб тебя! Да ты посмотри! Просто, как правило, к нему доходишь... Гораздо сильнее. Обычно. Ну и... Тем не менее. А, он в этот раз не вызвал прилюдку, как интересно. Что снять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, до свидания. Я просил фишку этого пантеона. И я теперь понял, почему есть вот эти все враги на пути, почему их можно обойти, а почему нет. Так, и если честно, мы становимся сильны, но при этом очень хилы. То есть со здоровьем надо что-то делать. К тому же мне вот буквально за локацию до этого босса выпали вот эти когти. Я думаю, что с ними мы пройдем, попытаемся, по крайней мере, зайти максимально далеко. Они мне очень нравятся за счет своего, вот этого своего процента от сложения. Только сложение должно быть довольно высокое, чтобы этот процент хорошо работал. По итогу у нас сейчас каждая стата, которую мы прокачиваем, так или иначе дает к урону. Но это очень круто, и теперь можно не париться насчет того, какую стату взять. И так надо действовать всегда. Так вот, прикол локации заключается в том, что, так, через лечение можно не идти. Мы отъедимся сейчас по дороге. В любом случае надо идти через статы. Статы, грейт-оружие, потом, может быть, оружие получше нам попадется, в чем я очень сомневаюсь. Но лучше пойдем через стат. Потом, наверное, через деньги. Нет, через стат, через грейт-оружие. Да. Потом через... Ну, короче, пока в любом случае идем через стат. Так вот. У нас сейчас каждая дверь добавляет 30 к проклятию. До этого к двери добавляли максимум по 20. Так, снизу тоже что-то есть. Добавляли максимум по 20. Это немножко усложняет дело, потому что... Это нам не надо. У нас покруче будет. Усложняет немножко дело, потому что проклятие набирается быстрее. А комнат, по-моему, стало больше все-таки. То есть каждый этап обладает большим количеством комнат. Больше, чем было раньше. И каждый босс на пути дает возможность снять какое-то проклятие. Вот в чем суть, понимаете? Поэтому игнорировать их не стоит. Но использовать их... Ну, как бы можно через них не проходить, но... Использовать их нужно именно тогда, когда... Вы чувствуете, что идет уже накопление проклятия серьезное. Поэтому сейчас будем строить маршрут правильно. Пытаться, по крайней мере. Так, восприятие. У нас есть что-то вот, допустим... Ну, давай вот это вот. Потому что там, в принципе, по отношению с золотом никакой особо большую роль у нас сейчас не играет. Вот. А урон повышать нам как-то в любом случае надо. Главное, знаете что? Не провтыкать. А ну, дай-ка посмотрим карту. У нас босс будет через 1, 2, 3, 4 комнаты. Либо через 2 можно будет его встретить. Потом у нас релик. И стат. Да? В принципе. В принципе. Я просто хочу сэкономить немножко денежки сейчас. Ну, просто понимаете, нам в любом случае надо пройти, наверное, через грейд. Через грейд оружия. У нас сейчас какой? Второй уровень? Первый? Первый? Второй? Это не очень хорошо. Поэтому надо, наверное, все-таки брать здесь за денежку. Я просто смотрю, можем ли мы накопить проклятие, чтобы потом по-друге его снять. Вот в чем суть, понимаете. И да, у нас, получается, локации рандомно идут. Все-таки. Нет никакой зависимости от того, какая локация здесь была сильнее. Здесь идет все-таки рандом. Первая локация у нас была, как вы можете заметить, это была змея. Сейчас у нас идет ягвард. Так, идем через, наверное, все-таки грейд. Да. Было бы неплохо, если бы церемониальный кинжал, опять чуть не сказал, опять чуть меч не сказал, если бы он был у нас более высокого уровня. Я бы тогда был бы максимально спокоен. Нам еще пригодится, знаете что? Так, сложение нам в любом случае надо. Тут 45% от молнии, но при этом нет сложения. Да вот вместо этого давай возьмем. Нам надо будет еще найти такую релье, который поможет нам немножко прокачать... ...эффект от лечения, потому что нам лечиться по-любому придется по дороге. Нет. У вас уже шансов никаких нет. После всего того, что мы тут пережили, уже никаких. Так. Если основным являются когти. Слушайте, это очень здорово. Даже, может быть, и не имеет смысла их тогда менять. И давай, наверное, мы все-таки все равно идем через босса. А ну, как далеко он? Три комнаты, это мы еще получим проклятие по дороге. С задницы. И у нас будет возможность снять его только два раза. То есть, в итоге, мы все равно переходим на третью локацию с одним пунктом проклятия. Ладно, хорошо. Ничего страшного, в принципе, нет. Но хочется, чтобы было поменьше все-таки проклятий. Так, идем, наверное, через вызов. Просто денежка нам понадобится на третьей локации. Так, факел. И урон дополнительный во тьме мы больше не получаем. Хорошо. А у нас есть что-то, что дает нам... Нет. Что дает нам больше этого самого урона во тьме? Нет. Жалко. Кстати, давайте вот еще, что мы с вами сделаем. Мы сейчас прошли, получается, грубо говоря, прошли участок с болотом. Да, ну, со змеей имеется в виду. Мне все-таки интересно почитать про боссов. Что они себя представляют. Враги как враги. Вот. Боссы интересно. И я вам тоже хочу о них немножко почитать. Потому что все же интересно, кто превратился в этих боссов. И по какой причине они такими стали. И когда мы будем проходить кусочек локации. В данном случае змею. Мы прошли, прочитаем сейчас три... Три... Трех боссов оттуда. Потом прочитаем с вами про Ягуара. Так как мы сейчас проходим Ягуара. И вот, например, ксука от ведьма. Возраст ничего не значит для бессмертных. Но некоторые из живущих здесь выглядят старше самого храма. Я сразился с собирательницей черепов, старой ведьмой. Что дошла... Пошла по пути Сихааль до самого горького конца. Бельцелоку похуже нравится, как эта корга. Разбрасывая черепа, как леденцы. Мне не за что больше умирать. Но и желание жить мне меня не покидает. Неужели это моя судьба? Жить, умирать и снова жить. Пока я не найду какое-нибудь бесконечное хобби. Может, собрать косточки фаланг или выбитые зубы. И тогда уже после того, как меня сделают чемпионом богини змеи, когда я смогу сбежать, у меня будет достаточно артефактов, чтобы открыть свой музей. То есть, повествование в данном случае идет от лица ксукат. Я так понимаю, да? Старуха, которая выглядела на добрую тысячу лет, измерила мою голову и не нашла ее достойной. Наверное, она слишком пуста для всеведущей богини. Из Откровения Павла Кордобы. Так, Ратьяпу. Бойте своих желаний, так гласит старая пословица. Я встретил одного из чемпиона психиали со смертоносным оружием вместо рук. Неужели, чтобы стать богом, нужно заплатить такую цену, а дать самого себя? Счасть за счастьем, мысль за мыслью, чтобы стать чем-то более могучим, божественным. Мы, искатели, утратили в этих склепах не только свой путь. Мы утратили все, что делало нас с собой. К чему становиться богом, если от нас прежних ничего не осталось? К чему бесграничная сила, когда не осталось ни желаний, ни цели? Каждый день я жажду лишь одного успеть сбежать отсюда прежде, чем я забуду, кто я такой. Так, из дневника Мари Клотильда Пардье. Кстати, тут всего несколько имен встречается, которые ввели в журнал. То есть Мари Клотильда Пардье и Кордоба. Я тысячу раз умирала от лезвий этих нечестивых чемпионов, но боги возвращают меня к жизни. Клянусь, брат мой, они раньше устанут убивать меня, чем я брошу свои попытки спасти тебя из лопатих чудовищ. Видите, Клотильда пришла сюда для того, чтобы спасти брата. Но мне кажется, что у всех в итоге одна и та же судьба здесь. Достойнейший приходит к богу всего этого храма. Если же он его уничтожает, в итоге, скорее всего, сам становится богом этого храма. И, возможно, в этом случае он имеет возможность воскресить того, за кем сюда пришел, например, Клотильда. Или, может быть, другое желание какое-то исполнить, если становится богом. А во этого я еще даже не убил достаточно раз, чтобы про него прочитать. Блин, как обидно. Ладно. Дальше у нас... Ягор, ну хорошо. Но тоже, видите, мы, получается... А, у нас проклятие. А, ну-ка, дай-ка вспомнить. Факел. И больше мы не получаем урон во тьме. Ну давай. Надо постараться убить их. Максимально быстро. Чтобы получить достойную награду. Да. Да, ты посмотри на этого засранца. Ладно, тысяча монет, в общем-то, тоже немало. Но я рассчитывал получить тысячу сорок. Ну, считаю, что здесь элитные враги. Вот, можно было бы использовать вот эту феню. Кстати, она бьет? Нет, не будет бить таким темным пламенем. А вот если в храме орла использовать вот эти яйца, которые источают энергию, вот они будут бить темным огнем, что самое интересное. Странно, но факт. Так вот, все-таки здесь... Появляются элитные враги. Все-таки так же, как и в обычном храме. То есть на втором этапе уже элитные враги, на третьем этапе будут сплошные элитные враги. Я могу сейчас откладывать только лишь по одной причине. Если я буду отвлекаться на попытку парировать. Я думаю, что я, наверное, не буду делать это с этими врагами. А, ну да. Я буду, наверное, парировать, пытаться только боссов. Ну и то, видели, что произошло, когда я пытался парировать вот того брата-близнецов? Прикол-то в том, что... Прикол-то в том, что... Я тоже в тайминг не попадал. Что говорит о том, что недостаточно хорош в этом еще пока что. Ну и кто... Какого черта он развернулся? Так, ну пока на самом деле очень хорошо. Я не знаю, с кем нам в итоге придется столкнуться в конце, но я думаю, что если мы будем чуть-чуть пожирнее, это будет очень неплохо. Кстати, вот даже, по-моему, да, можно определить по свечению алтаря, что конкретно нас в нем ждет. Так, у нас босс будет, получается, через локацию. Я думаю, что, в принципе, можно здесь не платить такие послословные деньги. Мне надо и то, и то. Пускай будет порча. Ничего страшного. Оружие, да? Меня, в принципе, устраивает то, что я сейчас, если оно не будет обладать третьего уровня, имеется в виду, если оно не будет обладать третьим этим самым способностью, я думаю, что я сильно от этого не пострадаю. Идем через неизвестность, может быть, там что-то будет поинтереснее. Я бы лучше бы сейчас втратил денежку на релики. Так, сейчас карта получается неизвестная. Не то, чтобы плохо, на самом деле. Немножко рандомово это все будет внесено. Но теперь мне обидно, что тут была просто хилка. Она нам по факту не сильно-то и нужна, если честно. Мы только из-за этого потеряли лишнюю денежку. Мы бы могли сейчас убить врагов и получить с них пару монет. Да и потеряли возможность... Надо только статьи... Да что ты у тебя? М-м-м. М-м-м. Надо хорошо рассчитывать тайминг. И тогда, в общем-то, все будет хорошо. Это не очень сложно, если не нервничать. Вот эта его темная сущность, она зараза накладывает просто лишнюю порчу. Это не очень хорошо, если пропускать много атаки его. Так, больше всего меня напрягает, конечно, этот момент. Но давай, наверное, уберем вот это. Потому что мне нужно все-таки понимать, через что нам придется пройти. Видите, какой смысл в этих боссах по пути? Так. Очень, очень, очень неплохо. Но не надо. М-м-м. Так. И, в принципе, есть возможность пойти через трелик. Но если есть лишняя возможность поднять уровень оружия, это тоже надо делать. Так. Через некоторое время вот разрывается. Очень неплохо. Можно будет использовать в свою пользу. Так. Подожди, дай-ка. Я гляну. Второй, второй. Короче. На какой-то, по-моему, в какой-то момент оружие перестает терять свойства. Но имеется в виду, так же, как если я сильно перекачаю уровень своих стат. Стат, я имею в виду. То уже не такой сильный прирост к урону идет. И, по-моему, с уровнем оружия происходит примерно то же самое. Я не уверен, но, по-моему, так. Херово только то, что у нас не сильно большой запас здоровья получился пока что. О, великолепно. А ну-ка, погоди. Так. Тут еще и восприятие будет. Я думаю, что имеет смысл сделать вот так. Так, что у нас? Подожди, у нас лечит вот это. Значит, убивать нужно исключительно когтями, получается, да? Двадцать два. Ну, неплохо. Очень неплохо. Так. Давай, наверное, с когтей начнем. Хотя, вот это тоже стоило прокачивать. Оно у нас, получается, первого уровня. Но, с другой стороны, если... Вот второстепенное оружие, если выпадает более высокое... Короче, его можно просто не прокачивать. Можно просто рассчитывать на то, что выпадет более прокаченное оружие где-то по пути. Вот и все. Оно не сильно надо. Так, а у нас в молнии, по-моему, есть возможность жахнуть именно этим, да, клинком. Я к тому, что можно было бы просто выкинуть вот это вот. Но я, наверное, не стану. Пускай будет так. Так, здесь у нас будет Ягуар. Ну, с Ягуаром, в общем-то... Проблем быть не должно. Я только... Не знаю, может быть, они будут становиться сильнее. Да, вроде нет. Да, блин. Я думаю, что здесь не каждого босса можно парировать. Ну, как бы, нерезонно. В данном случае Ягуара, я думаю, что смысла парировать нет, потому что от его атак просто очень легко уйти. И как бы зачем лишний раз рисковать парированием? Да, это сделает его... чуть более уязвимым. Ну, а смысл, если я могу от этого... из-за этой его уязвимости просто отхватить? Мы, кстати, когда загораемся, надо сразу же начинать перекатываться. Потому что иначе огонь очень быстро снимает мне здоровье. Великолепно! Но, тем не менее, в итоге, на следующей локации мы все равно проходим через этот... О, плюс 7 к сложению. Сейчас за 1000 золота будет очень неплохой урон. Вообще шикарно. Все равно проходим с одним проклятием. Давай уберем все-таки вот эту ерунду. Так, и еще к сложению. Ну, на самом деле... Это нам пригодится в любом случае. Немножко все-таки быть живучей... Живучим лучше, чем рассчитывать на какой-то... фантомный удар от... Так, конечно же, через это... На какой-то фантомный удар от наших церемониальных кинжалов. Ну, имеется в виду фантомный удар... Этим... Другие проклятия. Хорошо. Молнии. Я забыл, как это называется. Но обратите, блин, внимание, что в итоге, напоследок, у нас все равно остается храм орла. Но... Когда я ролил... В основном храме оружие, то есть я заходил на карту, имеется в виду вот сюда вот... Потом выходил из нее для того, чтобы оружие поменялось... На что-нибудь другое. Храм орла мог попасться и первым. А вот против вот этих детишек, против них, есть отличный способ справляться с ними. Так, подожди. Давай вот место, наверное... Вот это очень хочется оставить, просто из-за эффекта исцеления. Да вот вместо этого тогда. С ними есть и хороший способ справляться, это если есть щит. Просто сбивать их эту атаку, и все. А если же нет, то надо просто кувыркаться в их сторону, когда они используют... Свою молнию, и все. Блин, а ведь беда в том, что по итогу-то... У нас последним боссом будет Гарпия, да? Но в целом... Она не так сложна. Даже, можно сказать, вообще не сложна. Просто ее парировать можно будет. А кстати, когда мы выйдем из этого храма, если выйдем отсюда... Мертвыми, то можно будет сразу второстепенное оружие еще качнуть на максимальный уровень. Да елки зеленые! Ну ты видел такое? Но храмы объединяются между собой рандомно. Ах-ха-ха, зараза! Споймал меня все-таки! Вот, кстати, когда храмы объединяются, имеется в виду, вот, допустим, храм Орла объединяется как раз с храмом Ягуара, очень хорошо заметно, что враги из храма Орла гораздо более живучи. О, тут как раз оба возьмем, наверное, да? За денежку. Сразу хорошо заметно, насколько более живучи враги из храма Орла. Это странно, учитывая, что все должно быть вроде бы как равноценно здесь, но по итогу так оно не происходит. Так, ну и сразу же к боссу, конечно же. У нас получается по пути только один босс, только одна возможность с ним какой-то проклятие. Интересно, а здесь финальный босс по итогу будет все-таки Гарпия или может быть босс Пантеона? Хрен его знает. А, ну да. Тут всего лишь на, всего ты. Ну, в данном случае. Но он стал сильнее. По-моему. Если мне не кажется. Ну, немножко, да. Да. Ну, только самую малость. Нет ничего такого страшного. Вот только это его атака дурацкая. Ее просто когда, когда она вас попадает, вы ее невозможно уже никак отпарировать. Вот в чем проблема. Давай уберем вот это. Я не знаю, что тут такое, но меня сильно не напрягает. Так. Это мы в итоге будем получать 5. Ой, имеется в виду 15 процентов. Точнее, не 15 процентов, а 15 к порче, да. Очень неплохо. Вот это убирать я не буду. Оно нам сейчас очень сильно помогает. Ладно, давай вот это. Там, получается, у нас было плюс 2, да? Ну-ка. Да, плюс 2 к восприятию. Это плюс 6 процентов к урону церемониального кинжала. А здесь будет плюс 7 по итогу. Теперь в итоге все удары в спину, которые мы будем делать, будут нас лечить. Слушай, ну с таким сетом можно даже, я думаю, пройти. Даже при том, что мы не знаем, с кем будем иметь дело. Так, идем через денежку. Она нам сейчас пригодится. Я полагаю. Жалко только, что по пути нет еще одного босса, чтобы скинуть еще одно проклятие. Но, с другой стороны, самое главное просто не... Не получить пятое. Ну как, оно тоже не шибко страшное. Но неприятное, если особенно нужно выждать момента, чтобы понаблюдать за боссом будет. Да, я определенно чувствую себя увереннее уже на этой локации. Особенно с таким обвесом, который у нас сейчас. Можно, кстати, лечиться исключительно только сделая криты. Тоже. Для этого достаточно просто залететь за спину с помощью этих когтей, а потом сделать удар сразу. Ну вот так вот, сразу кинжалом. Это будет сразу два крита, причем очень мощных. Так, конечно же нет. Вот об этом я и говорю. Пока что знаете, почему... Почему легко идет? Да просто банально. Как же я тебя ненавижу, засранец. Что бы ты только знал. Сейчас пока что все неплохо идет, потому что нету этих детишек. Надеюсь, и не появится. Ладно, идем два раза через статистику, потом через релик. И я думаю, что мы будем, в принципе, полностью готовы. На последнем можно будет всю денежку, которую получим, вылить в самый лучший релик, который нам попадется. И тогда... Нет! Замешкался. Кстати, вот от этих теневых, которых вызывают враги, от них не получается не лечиться, ничего такого. Но при этом они обладают такой же силой, как и обычные. То есть самые настоящие теневые клоны. Бесполезные. Так, девять к ловкости. Я бы, честно говоря, вот сюда поставил бы, потому что у меня и так есть то, что восполняет нам здоровье за убитых врагов. Но, честно, рисковать как-то не сильно хочется, потому что вдруг я сейчас стану из-за этого резко слабее. Я думаю, что вот сюда можно поставить. Потому что эффект вот этот на 33% усиления, он все равно слабенький. Если бы было бы на 66, было бы уже заметней. А так, я думаю, можно этим пока что и пожертвовать ради урона. Ага, а вот и они. Очень приятно, когда получается их запарировать и ослабить при этом. Там урон проходит просто колоссальный после этого. Слушай, подожди, а у нас же есть еще какой-то релик, да, который дает нам, да, к урону за каждую тысячу золота. Господи, если я сейчас просу все деньги вот сюда, будет чертовски неприятно. С другой стороны, а какой у нас есть выбор? Если я сейчас этого не сделаю, я тогда получу слишком много проклятий. Буквально пройдя несколько комнат. Мне это нафиг не надо. Так, дальше. А еще обратите внимание, что за все это время у нас не попала с толком комнат, которые могли бы грейднуть наше оружие. И по итогу мы идем в третий, второй и первый уровень. С ума сойти. Ну, я бы не сказал, что оно довольно слабое при этом. Оно все равно разваливает врагов. Буквально с нескольких ударов. При том, что враги не слабые. Отлично. А ну дай-ка посмотреть. Да, здесь получается и кончается у нас карта. Но что-то мне подсказывает, что после того, когда мы убьем здесь буса, это будет, скорее всего, гарпия. После этого... Вот именно после этого, скорее всего, и будет финальный, мне так кажется. Я практически в этом уверен. Нет, я его не заметил. Короче, когда у вас нет возможности... ...увернуться, то в этом случае надо пробовать хотя бы парировать. Оно не сбрасывает, получается, вашу выносливость. Так, ну-ка. Давай, наверное, рискнем, потому что очень дорого это все стоит. Стоит. Заплатим кровью. Все равно проход через дверь и по итогу не сильно на нас влияет сейчас. Мне кажется, что эта локация стала сильно проще именно за чем-то. ...за счет того, что здесь появились просто совмещенные с Ягуаром. Элитники Ягуара, по-моему, гораздо проще, чем элитники... ...чем элитники этого самого Хромароа. Я, конечно, зарекаться не буду, но мне так кажется, по крайней мере. Угу. Так. Нет, это нам не нужно. Вообще хочется отметить, что игра, по факту, не сильно-то и сложная. Она... у нее очень крутая боевая система, но при этом... ...чего-то в ней как будто бы не хватает. Она очень крутая. Цепляет это для своей боевкой, конечно. Но такое чувство, как будто бы в ней не хватает капельку разнообразия. Может быть, только кажется. Фиг его знает. А-а-ха-ха! Аж это, блин, было... ...за многоножка, черт возьми. А этот того лечил, тот того лечил. Так, а теперь давай смотреть Это нам Ничего из этого нам не подойдет Пока что у нас есть возможность пока заролить Так, единичный урон не сможет превысить 15% максимального здоровья Это, кстати, наверное, неплохо Потому что я не знаю, какой урон может быть у финального босса Так, это к двуточному оружию Ну, такую себе, если честно И по итогу тут нихрена полезного не было Ну, я в шоке, если честно Я просто в шоке А комната эта у нас последняя перед боссом Здесь можно даже взять за порчу Потому что нам все равно, когда мы пройдем через ту финальную дверь У нас недостаточно будет, чтобы получить третье проклятие Ну, если честно, я взял бы сейчас больше к сложению Чтобы было чуть больше здоровья Вот вместо вот этого даже Давай Слушай, а вот мне интересно Ну-ка, кодекс и пантеон, смотри Смотри, смотри А ничего еще нету здесь Потому что мы через пантеон, походу, еще и не прошли То есть у нас будет еще одна локация с пантеоном, да? А значит нам придется все-таки еще как-то по дороге лечиться Так, наверное, все-таки вот эту фигню надо будет оставить Так, подожди Надо только Решить вместо чего Восприятие в любом случае нужно оставить Так, получать здоровье От подношения золотом, да? Давай вот вместо этой херни Пускай будет так Лучше мы лишний раз вылечимся Так, а вот тебя надо, по-моему, чаще всего парировать, да? Желательно было бы Я с ней Ты посмотри, что вытворяет Я с ней имел меньше всего дел Поэтому я так и не привык Ладно, с ней сразиться один раз А, зараза Угу Просто повезло Просто повезло, что пару раз я все-таки смог ее заварировать Я с ней имел меньше всего Дел Поэтому Боялся, что я могу на ней отъехать Плюс здесь и к восприятию рехнулся Так, ну можно на самом деле вот вместо этого как раз и взять Стоп, что? Только не говорите мне, что Нет Нас сейчас как раз, наверное, перенесет Смотри, это, походу Это, походу, именно то В чем я говорил, что было бы круто, чтобы оно было Во-первых, тут, по-моему, смотри, сколько злота вокруг валяется, да? Или что это такое? Погребенная под костной мукой Короче, это, похоже, тот самый выбор То есть мы пришли в храм Выбрать либо Все власти, всемогущество Либо там Что Орел предлагал, я уже даже не помню Да или нет? Я должен выбрать путь? 100% максимального здоровья Либо стреляет, либо наносит Как урон здесь Так, подожди, наносит Как урон Как урон 25% А там максимального здоровья Что? Так, а здесь Все оружие получает минус 1 к уровню Это если я ничего не поднесу Понятно Так, аж оружие наивысший уровень Теряет 1 урон А наименьшего получает плюс 1 Так, либо если у меня есть деньги То все, оружие получает плюс 1 Но при этом я не буду здесь делать подношение деньгами О, этим кровью тут только Подношение деньгами Надо, чтобы было 5000 Хорошо Так, все реликвии получают плюс 1 к уровню Круто! Вот это реально круто Все оружие получает плюс 1 к уровню Я думаю Что будет круче Если мы именно все релики поднимем на уровень В данном случае, да? Хотя С оружием я думаю Я буду дойти до конца Давай сделаем оружие все-таки А релики еще могут по дороге и поменяться Супер стоит 37 плюс 100 Охренеть Так, а что теперь? А, я должен сделать подношение К каждому из них Ёшкин крут Задница Так, вот к этому я, честно говоря, готов не был Надо было просто по 1000 каждому поднести, да и все И не морочить себе голову А вот и ты Хранитель этого пантеона Так, дай-ка посмотреть Выпало как раз Самое клевое, что у нас было Но ничего страшного Наверное От этого можно увернуться При желании Эти нас лечат Хорошо Тихо-тихо-тихо-тихо Когда сейчас суть в том, чтобы мы сейчас били его исключительно критами, чтобы хоть как-то протянуть Нет-нет-нет-нет А, зараза Проклятие снимается в случае, если я от этого удачно уворачиваюсь, похоже И это можно увидеть, когда оно собирается меня ударить И это можно увидеть, когда оно собирается меня ударить Ух, ёшкин крут Ну, я вам так скажу, если его бить только... если его только бить, то... и не пытаться лечиться То убить его определенно очень легко Поэтому сейчас мы к нему вернемся еще разок И шансов у него уже не будет На этот раз у меня тонна денег Я специально так сделал Стоп, что? А, мне показалось, что здесь еще дальше есть какой-то путь А, я специально говорю, так сделал Взяв вот этот вот артефакт 150% полученного урона превращается в золото Просто представьте, что бывали такие удары, которые за один раз Генерировали мне сразу же тысячу денег Тысячу триста От восьмиста до тысячи трехста Короче, можно было просто отхватывать такие удары Вот, и все И получать кучу денег Вот, и я еще сделал так, чтобы у меня осталось одно вот такое проклятие За счет которого я лечусь Вот, учитывая, что это засранец призывает Всякое, всякое разное Это, я думаю, будет очень полезно Я не нашел артефакт Артефакта, который закрытый нас лечит К сожалению, ну, как бы, что есть Так, оружие получать плюс один к уровню великолепное Мы теперь каждому сможем сделать подношение По пять тысяч И ничего не потеряем, как в тот раз Мы в тот раз потерпели фиаско Так, ну тут получается, что у меня выбора нету Даже с учетом того, что я полностью здоров Мне все равно придется так сделать Да, ну хорошо Так, великолепно Хочу вам, кстати, показать Там в бестиарии По поводу пантеона Мы не встречали новых врагов Но здесь, оказывается, и не враги И не материальные Здесь враги Это боги То есть вот эти три пьедестала, которые мы сейчас Активировали Это оно и есть Смотрите Вот Тамак Бог Ягуар Нужно сделать подношение золотом Опять раз Тут то же самое Бегиня Орлиса Богиня Змеи Наконец Бельцелок Бог Смерти Осквернить все три могилы Мертвых богов за одноисследование Чтобы почитать о нем что-нибудь Так И наконец Кловис Кловис Пардье Ааа Так вот она, да Это все-таки Она была последней Кто дошел до конца храма И в итоге, похоже Она не сделала того Что хотела, видимо, да? Нет А вот паскуда Ладно, сейчас Не обязательно Гасить его в спину Поэтому, в принципе Блин, они тут Какие-то Более жесткие Что ли, я не знаю Ааа С меня слезло Проклятие, которое меня лечит Ну, твою ж Налево Классильда Так, за спину Несмотря на все Я все равно Наношу гигантские криты В спину И это нельзя Игнорировать Да, короче Они здесь наносят урон Одновременно Вот в чем прикол В обычной ситуации Они просто Ждут Друг друга Понимаете А здесь нет Блин, я теперь Подлечиться Из этой Ерундистики Не могу Так плохо Дело Они меня зажали Чуть-чуть Еще чуть-чуть Я зажали бы Ну капец Мне сейчас На самом деле Чтобы одержать Надим вверх Мне нужно Не отхватывать урон А я его Только так Получаю Захолебали У меня перестала бить Кстати Порча По-моему Да Получи Клотильда А, ну Ну да Как я мог Быть настолько Беспечным И думать Что это все Так Она меня может убить Несмотря на все И скорее всего Убьют А может быть И нет Ха-ха-ха Есть Ну Настал наш Шеред править В этом храме Фух Так Подожди секундочку Мне очень интересно Я кстати Забыл вам читать Про боссов Про боссов Про боссов Других Храмов Черт возьми Я извиняюсь Так Пантеон О Так Клотильда Открылась Вот здесь Еще что-то Есть Кстати Говоря Клотильда В улыбке Чемпиона Смерти Я узнаю Свою Это улыбка Решимости И отчаяние Одновременно Я уже знаю Того Кловиса Который когда-то Тоже был Искателем Но Споткнулся В шаги От выхода И остался Здесь навсегда Он искал Здесь силы Которые Помогли бы Ему вернуть Потерянную Честь Его семьи Теперь он Стал стражем Бельца Лок А по иронии Судьбы Его семья Сама пришла За ним сюда Он умер Слишком много раз Чтобы вернуться К жизни Человеком Но и обрести Покоя ему Дано Ведь Его сестра У прямоискательница Все еще Брутит по коридорам Храма Марик Клотильда Отказывается Драться с братом Поэтому Со всеми прочими Он дерется С удвоенной Яростью Я знаю Что должен убить Его Чтобы обрести Свободу Но и завидую Силе его духа Не помню Чтобы я любил Когда-нибудь Достаточно сильно Чтобы вечно Умирать за них А я убеждаю себя Что помогу ему Перервав Эту бесконечную Карусель И пусть уроки Которые он Выучил здесь Пригодятся ему В следующих мирах Но все Так и из откровения Пабло Кордобы Но все приходили В храм за могуществом Бессмертия Одним просто не повезло Как мне Другие пришли сюда Чтобы спасти Своих любимых Да По разным причинам Сюда приходили Так Так Ее брат Стал стражем Бельца Лока Ясно Может ли это означать Что последним боссом Должен быть Сам Бельца Лок Должен быть Было странно Такое впечатление Как будто бы я мог Что-то с этим сделать Сейчас И что-то значит Что еще не все А ну-ка подожди Секундочку Ох ешкин Капец Тут еще какая-то Ну капец Так Путь к безумию Путь к гордыне Дорога жестокости Что это все Черт возьми Такое Так Больше урона Меньше целительных Коммант Враги и ловушки Сильнее Элитные враги Атакуют быстрее Мне говорили Что здесь есть Вроде как Хардмод режим Или что-то В таком духе Может быть Вот это Имелось ввиду Но я так понимаю Что наше приключение Еще не закончено Нам теперь Вот это все Надо пройти И видимо В конце нас ожидать Что-то еще Я очень Я очень надеюсь Что это не То же самое Что было До Что было До этого Короче Только усиленно Я надеюсь Что это все-таки Как-то отличается Но мне Что-то подсказывает Что нифига подобного Мне кажется Что это и есть Хардмод режим Мне Если это так То меня игра Немножко разочарует Потому что Видите Вроде бы Новых врагов Не появилось Значит там будет Все тоже То же самое Ой Но блин Интересно же Надо все равно Пойти посмотреть Так или иначе Да Ладно Хорошо Так или иначе На эту серию Мы с вами Задачу выполнили Все остальное Уже будем смотреть В следующей серии Ладно Все Я надеюсь Что вам понравилось И увидимся С вами в других Прохождениях В ляшках В дискорде Вот это вот все И все Всем пока Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok